я начал заикаться с 8 лет мне было тесно в маленьком городе я приехал из города из зеленодольск там 100 тысяч населения мне 21 год я до сих пор где-то вот внутри ты отказываешься верить что вот это происходит именно с тобой подумай хорошенько чтобы ты хотел и напиши на этом листе что там на ли не помешал там написано хорошая речь я надеюсь что в проекте вот в этом жизненно на прокачку может быть у нас что-то получится почему бы и не попробовать собственно привет друзья меня зовут саша жучкин и вы смотрите новую серию моего проекта жизнь на прокачку для тех кто не в курсе что такое жизнь на прокачка объясняю это проект где я помогаю людям исполнить их мечту сейчас в проекте принимает участие парень по имени паша он заикается и мечтает наконец-то побороть этот недуг прямо сейчас я нахожусь в аэропорту пулково и сюда я приехал не просто так через пол часа в санкт-петербург приземляется самый крутой врач который я надеюсь сможет помочь паше сегодня мы с вами узнаем можно ли побороть заикание меня зовут александр жучкин я надеюсь на вашу поддержку потому что проект грандиозный и для меня это очень волнительно я хочу сам вообще понять можно ли излечиться от заикания и сколько это время займет короче пойдемте встречать врача и все у него узнаем александр я вот в начале ролика сказал что вы врач на самом деле я до сих пор не понимаю как вас называть чуть-чуть вот вот это вот разбавьте непонимание мое я скорее всего не врач можно назвать меня специалистом например абсолютно обычный человек который с 6 лет очень сильно заикался после того как меня на вокзале я там очень сильно испугался меня там немножко забыла мама и как все в теле так напряглось сжалось я помню что остановилось дыхание с этого момента собственно я начал заикаться так было долгое время так как у всех там страхи комплекса в 24 года я этим делом серьезно занялся тоже себе поставил такую же цель как и у паши то есть научиться хорошо как именно красиво говорить сделать себя хорошую качественно уверенную речь и собственно где-то уже лет шесть семь делюсь этим опытом тоже есть на свой маленький youtube канал и собственно объясняю показывает как это делать александр насколько насколько вы сильно заикались вот если сравнить например с заиканием паш я заигрался больше чем он то что видел у паши она не такой уж сильно я бы можно сказать скорее даже более более легкой но мне сам паша как-то понравилось я увидел него большое желание он чем-то меня немного так напомнил вот когда-то насколько большая вероятность что паша например там за сегодня уже не будет заикаться или там должно проходить там месяц год сегодня уже будет видно разница так вот чтобы совсем заикание не было такого по крайней мере на данный момент еще таких методов способов нет если даже на кругу посмотреть где-то у меня тоже можно найти какие-то там недостатки ошибочки немножко но и в принципе нам не нам не нужно ставить такую задачу то есть мы его будем учить хорошо уверенно говорить на публике и я думаю уже завтра он это сможет сделать я в этом очень сильно уверен я думаю ну практически 95 процентов что он завтра сможет говорить на людях нормально это очень интересно мне на самом деле до сих пор непонятно как это будет проходить и я думаю что не только мне но и зрителям которые будут смотреть они для себя что-то подчеркнут и возможно люди которые тоже заикаются но который к сожалению никому не могут обратиться посмотрев это видео возможно тоже что-то да мы себя подчеркнут да мы покажем некоторые упражнения что можно просто вот посмотреть начать дома делать и уже будет лучше можно пройти да конечно здесь развиваться вот здесь вот я и снимаю такое но дешево и зато в центре близко к работе вот я работаю буквально вот 100 метров отсюда короче паш сегодня не только для тебя очень важный день но и для меня тоже для меня он важен потому что я очень хочу чтобы ты наконец-то уже как ты написал на листке заимел эту хорошую речь и сегодня петербург прилетает очень крутой врач чувак который раньше заикался и теперь он учит людей как не заикаться он приезжает в питер вот-вот с минуты на минуту и мы с тобой сейчас поедем с ним знакомиться и он дал такие гарантии что сегодня ты уже сможешь разговаривать ну на 80 или 90 процентов как как ты и мечтал поэтому давай собирайся и мы поедем серьезно типа я на самом деле я смотрел анонс ну вот что было в в ютубе я думаю типа что это интересно достаточно собирайся тогда не очень мало короче паш моя личная просьба к тебе она может показаться какой-то типа тебя бредом или абсурдом но я попрошу тебя делать все на максимум то что он говорит я прошу тебя не сдаваться быть сильным потому что только твое желание может помочь тебе реально справиться со всеми своими проблемами поэтому тебе может быть трудно ты можешь там думать что это какой-то бред или абсурд или там не хочу этого делать там знаешь как если какое-то там задание будет ты должен понимать что все зависит только от тебя и вот сегодня возможно последний день когда ты такой как ты вот привык себя видеть поэтому чувак я надеюсь что ты меня не подведешь потому что для меня это очень важно потому что я несу ответственность во первых перед людьми которые это смотрят и перед человеком который про тебя приехал для того чтобы реально помочь тебе справиться с твои проблемы поэтому чувак я болею за тебя на тебя смотрит очень много людей твоя задача реально постараться сделать себя лучше во первых мне это и не кажется бредовым потому что любое лечение но не зависит от доктора то есть 90 пациентов все работы делает пациент если ты не будешь ничего делать то типа теперь никакие лучшие доктора тебя не спасут никто не придет и не даст тебе волшебную таблетку ну то есть это было понятно что это очень много работах это было бы прям кто-то новое для меня ну чё паш готов заговорить нормально я не ничего не понятно зачем тебе это нужно да очень интересно скажу так ну на самом деле как и вся моя жизнь ничего не понятно но очень интересно да ты просто смотришь что будет дальше привет я пошел александр как я вижу ты ну как бы немножко не понимаешь что с тобой сейчас немножко происходит куда ты попал самом деле александр сделал для тебя очень большое дело то есть я мы сейчас с тобой будем работать я тебе покажу упражнение что тебе нужно будет длинно делать и в итоге ты будешь говорить ну как минимум процентов на 50 на 80 уже через два дня это то есть твоя сейчас задача очень внимательно слушать впитывать делать я точно такой же человек иначе как как и ты я там шесть-семь лет назад заикался примерно как ты ты должен будешь пройти за это время три этапа основных самое первое научиться правильно дышать расслабляться сейчас у тебя при речь идет этот спазм такой рывок и из-за которого тебе потом все как бы останавливаться дыхание ты начинаешь зарегаться вторая задача мы с тобой работа не я быстро но кое-что сделаем по поработаем с твоей уверенностью чтобы как-то поднять самооценку убрать какие какие-то части страха ну и самое важное что тебя ждет самое интересное это практика то есть мы завтра уже будет с тобой говорить с людьми которых ты не знаешь от тебя только требуется очень большое желание и стараться максимально стараться впитывать те знания тот опыт который я тебе буду давать я готов сделать все все что смогу на самом деле потому что на но я и сам уже устал от этого самое важное твоя именно задача понять что у тебя вот идут какие-то эмоции страхи комплекс ну то есть когда и вот в момент этот вот тревога 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 они у тебя дают такой спазм сделать вот сюда вот врезается гордо так тот вот внутри что как будто как пробка типа такая невидимая но ощущаем да твоя задача научиться если так коротко сказать емко научиться замедлять свой вид очень просто то есть ты как будто знаешь пришел с работы устал в девушку вдох еще раз два три более глубоко с выдохом стараясь максимально глубоко максимально сильно расставить и медленно да медленно плавно выдох воздух плавно вытекает и все вот теперь добавляем немножко такой как бы стон так устал значит устал с работы пришел вот хорошо вот это вот ощущение на скорость дыхания это смахивает на полный кастинг как типа уже как стоны идут такие удашки так на неместом нормально niño ты должен просто запомнить дыхание скорость выдоха запомни вот это ощущение как это происходит запомни это тебе не нужно замедлять резьки тебе не нужно ее менять и нужно замедлить выдох то есть сделать выдох свой выдох вот так в принципе можно будет как-то вот так спокойно разговаривать новым и струя воздуха из тебя выходит то есть ты потом надо к струю воздуха ты как можно начинаешь на нее надевать как бы речь то есть как бы счет раз два три 4 5 6 7 8 9 10 раз два три 4 5 6 7 8 9 10 ну вот это самое важное то есть и вот это хотя бы сегодня научиться делать это за времена запомнишь уже будешь прямо сегодня на процентах 50 зайдется меньше не знаю типа это сложно объяснить на самом деле но ты как-то не смотришь на свои какие-то успехи ты смотришь типа тесто вот на минусы и смотришь вешать что не так это вот типа думаешь исключительно вот они не хочу ты хоть что ты хочешь типа там вот на самом деле я всегда хотел стать известным че Empy следующий человеком но не спустом типа ради деньги что ничего а вот я посмотрю на чуть-либо на выступления вообще типа без разницы типа если кто-то снимать фильм или или кто-то музыканты либо вот артист типа что люди вот приходят и люди любят что ты делаешь ты постоянно думаешь о том чего ты не хочешь ты на этом за цикл и ты это постоянно видишь на своих недостатках ну ведь они же ведь имеют место быть не с пустого места ты назвал цель правильно но в основном ты думаешь о своих недостатках а ты себя критикуешь ты сам лишь ты сегодня там не любишь прямо ненавидишь себя и ты думаешь об этом когда ты об этом думаешь тебя плохие эмоции тебя плохие чувства и себе и у тебя очень низкая сама самооценка ты себя сам не любишь еще я вышел на балкон просто подышать воздухом я чуть-чуть разнервничался сейчас слишком много задумался об этом вот типа во всем и плохо стало морально давай я тебе кое-что покажу вот например николай видишь не делает ну как бы занимается очень сильно видишь но что делает у нас николай он и занимается ежедневно и в итоге через месяц ну получается вот я решил записать новое видео немного расскажу о том как меня идут дела в том как я работаю над собой а вот есть не только разница да вау по это прям это прям два разных человек то разные люди ну как бы один и тоже человек как бы я тебе дам все так то все то же самое твоя задача просто я этим пользоваться скажи мне пожалуйста пока у нас есть перерыв ты вообще сам ты чё веришь себе или нет ну ну я все что вижу ты ты начинаешь размышлять не уверен типа как бы в принципе но мне кажется что стоит много поработать над этим и что это действительно надо уже работать уйдет надо уже работать сейчас типа начиная сегодня начинаю сейчас можно сказать и я верю что это уйдет начинается новая жизнь надеюсь на то сделай немножко дыхание да 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 я готов прям не сдерживай себя прям громко может лишь пол крик да мне кажется это слабо мощным было но если думать об этом постоянно и быть сосредоточенным и следить за дыханием то в принципе я уже вот сейчас вот уже смогу разговаривать чуть получше чем было и в принципе мне кажется это сможет дать какой-то результат главное внимательно следить за вот этим и вогнать это привычку можно сказать и мне кажется что да это возможно да это вполне возможно главное много следить за вот этим и постоянно держать у себя в голове вот типа как сейчас допустим вот вот ты у себя держу голове и ты внимательно смотришь за за течением своего дыхания и как ты разговариваешь ты просто в принципе да результат от этого есть и в перспективе кажется в перспективе возможно что-то даже изменится блин вот смотри вот я сейчас я могу что-нибудь рассказать если буду постоянно об этом думать и так у нас сегодня начался день номер два и мы вышли сегодня на улицу сейчас позанимаемся дыханием мы тебе даем такое задание что надо порычать так а вызвать озвать потому что очень на самом деле все просто либо у тебя будет страх скованность зажатость либо тебя будет злость поэтому когда ты сейчас будешь злиться твое тело на самом деле будет расслабляться и после этого тебе будет говорить намного намного проще Ты не переживай, потому что мы будем рычать вместе с тобой, если тебе будет нужна помощь Поэтому твоя задача сегодня максимально сконцентрироваться Помнить, для чего ты здесь находишься Помнишь, какого результата ты хочешь добиться И помнишь, что все зависит только от тебя Поэтому давай, бери себя в руки, снимай платье и поехали Готов? Да, пришлите Паша, тебе просто нужно позволить себе быть злым У тебя есть, но это какой-то внутренний запрет, какой-то внутренний блок, что типа это плохо А это на самом деле тебе прям нужно для жизни, для того, чтобы ты смог и говорить нормально, и стать уверенным в себе Позволить себе быть злым, когда тебе это нужно Ну что, Паша, давай попробуешь? Давайте попробуем Мне надо разозлиться, да? Блядь, я просто орать, не вставляй это, пожалуйста Разозлиться на японский ресторан, какого хрена он здесь находится? Японский ресторан, Ярумен стоит тут Фото-выставка Михаила Пикалова, выставка открыта до 15 ноября Почему до 15, сегодня уже 29? Я не знаю, типа, ну... Давай попробуем, попробуем, работает ли уже? Поговори Чудесный рядом, удивительные подарки Вход с 12 до 20.00 ежедневно Вход свободный, японский ресторан Фото-эксхибишн Петербург Байми Теперь, Паша, тебе нужно везде рычать, орать, чтобы нормально перед этим разговаривать Итак, друзья, сегодня второй день Пашиной трансформации И на самом деле, к сожалению, все прям показать я вам не могу Но если вам интересно вообще, как мы там сегодня проводили день И как мы проводили его вчера Полный выпуск прям со всеми вообще моментами Будет на канале у Александра Ссылочку я оставлю в описании Поэтому обязательно переходите на его канал Обязательно поблагодарите его в комментариях Потому что он сделал реально очень крутое и важное дело Он реально изменил жизнь Паши Я говорю, что он изменил, потому что это уже произошло В голове у Паши уже поменялось сознание То есть он уже теперь не будет прежним В нем есть теперь база знаний, которые он теперь обязан правильно выполнять Для того, чтобы изменить свою жизнь Поэтому, друзья, обязательно поблагодарите Александра Ссылочка в описании на его канал, на его ролик Перейдите и напишите в комментариях, что он очень крутой Если вы вообще заикаетесь и у вас там трудности с речью Также посмотрите ролики на его канале Потому что там реально очень много крутого Вы видели, какой он профессионал? Я сам это видел, поэтому сомнений никаких нету Ему я говорю большое спасибо Но сейчас я наблюдаю за тем, как Паша кричит в парке Слова для того, чтобы чувствовать себя более-менее уверенно Сила, энергия Паша, ты можешь? Не идти так далеко, а вот идти близко Ты так пишешь, блядь, от этой информации Каких-то Я... Неоправдывайся, все, блядь Я все слушаю, блядь, я просто быстро иду Давай с тобой так всегда буду разговаривать Вот, вот, вот Молодец, это хорошо Наконец-то Ты уже загрелся на меня, блядь Это же хорошо Я уже устал, блядь, честно тебя выводить Наконец-то Сейчас мы будем делать с тобой первое такое практическое упражнение Мы сейчас пойдем по улице и будем со всеми здороваться Твоя будет задача Немножко говорить каждое слово отдельно и замедлить дыхание То есть ты будешь там, добрый день, здравствуйте То есть вот как я уже тебе говорю, показывать дыхание, делаешь вот такое плавно Здравствуйте, добрый день, здравствуйте, добрый день Нерезко, понял? В общем, меня сейчас отправили Сейчас я просто сейчас уйду в сторонку, чтобы они меня не слышали В самом деле мне, в детстве, как страшно сейчас Они мне просто типа сказали, иди здоровайся Давайте найдем кого-нибудь без наушников, чтобы он не видел Здравствуйте Так, ладно Первая попытка у нас не получилась Здравствуйте Хорошего дня Здравствуйте Хорошего дня вам Всего доброго Здравствуйте Хорошего дня вам Мне ответили на вопрос Хорошо Всего доброго Здравствуйте Что вы думаете о нынешней ситуации в стране? Отказываюсь комментировать вам Хорошо Всего доброго Здравствуйте А можете любого запить на правую базу? Всего доброго Да так стрёмно Почему-то все иду в наушниках Я не совсем понимаю На самом деле Получилось у тебя? Что скажешь? Я спросил несколько вопросов Не, ну типа я заигрался Но в принципе я подошел к человеку Начал допрашивать Его просто с вами Просто мало кто знает Но когда вышло первое видео Паша мне позвонил В слезах и говорит Я себя ненавижу Я там выгляжу не очень Да, я понимаю, что тебе сейчас некомфортно Но просто я объясняю людям контраст Сегодня ты уже берешь камеру И общаешься с людьми на улице И уже не так стесняешься Поэтому, чувак, ты трансформируешься И у тебя все в порядке Давай я еще попробую Ну что, наш второй день Пашиной прокачки Подходит к концу И Саш, расскажи, пожалуйста Что Паше предстоит еще в будущем И как ты оцениваешь Вот эти вот два дня На самом деле Нами проделана такая Довольно-таки большая Объемная работа Мы Пашу научили правильно дышать Правильно говорить Сильно изменили его эмоциональный фон Также он сегодня уже поговорил с людьми Уже получил свой такой новый опыт Почувствовал, что он действительно Он говорить может Уже намного лучше в этом видео Вы уже, наверное, это видели Ему еще предстоит где-то Работать где-то месяца два Я ему дам доступ к моему курсу Он будет его проходить Ежедневно заниматься И я думаю, что в итоге он сможет научиться Хорошо, красиво и уверенно Разговаривать везде В любой ситуации И в любой обстановке Паш, ну что, давай Продемонстрирую, пожалуйста Сегодня мы весь день делали упражнения Мы разговаривали с людьми Мы делали какие-то дыхательные упражнения Мы, типа, то есть Эмоциональное что-то делали Типа, то есть Я, в принципе, уже стал знать, типа Как это работает И уже чувствую какие-то либо изменения Вот я даже сейчас могу записать обращение Но на этом все не заканчивается Впереди еще много работы, на самом деле Еще стоит много усилий вкладывать Но, в принципе, я уже чувствую эффект от вот этого всего И хотел бы сказать большое спасибо Как и Александру Так и Александру Так и Александру, да Хочу вам двоим сказать огромное спасибо И надеюсь, что в скором времени Мы исправим это совсем Ну, не мы Это я исправлю И я буду очень много работать над этим С вами был Александр Жучкин Это мой проект «Жизнь на прокачку» Обязательно подписывайтесь на соцсети Александра На Пашиной соцсети Пишите им в личку Вопросы какие-то ваши С вами был Александр Жучкин До новых встреч, друзья До завтра Пока Жизнь на прокачку 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 Жизнь на прокачку